Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Совсем недавно ряды политзаключенных по болотному делу пополнил Ивановец Дмитрий Рукавишников. В субботу местные оппозиционеры вышли с пикетом на площадь революции. И не только в знак солидарности с политузниками, но и для того, чтобы привлечь внимание общественности. В основном власти показывается это на официальных каналах как беспорядки, как расшатывание режима и всячески очерняется. Мы же показываем то, что это абсолютно сфабрикованные, не имеющие никакого отношения к действительности дела. Сейчас Дмитрий Рукавишников находится под стражей в Москве на Петровке 38. Напомним, что обвиняется он в участии в массовых беспорядках. По мнению следствия, Дмитрий испортил 6 биотуалетов. Его товарищи рассказывают, что повалив кабинки, протестующие просто хотели отгородиться от ОМОНа. Сейчас Дмитрий Рукавишников – один из 27 политзаключенных по болотному делу. В Иванове его товарищи собирают деньги на адвоката. Сейчас, я думаю, наберем нужную сумму, не проблема. Прямо сейчас, то есть, с деньгомедным проблем не будет. А Дмитрию самое главное сейчас помогать не адвокатами, все-таки мое мнение, а именно поддержкой, потому что суда в России нет и никакие адвокаты ему не помогут. Это всем понятно, что у нас главный человек, который решает все судейские споры – это Путин. О революционных генах ивановцев в Москве помнят хорошо. Ходят слухи, что Дмитрий Рукавишников не последний, кто пойдет под суд за так называемые массовые беспорядки. Я первый кандидат на очередное тюремное заключение, потому что уже сказано было, что я являюсь главным боевиком. Почему-то они так решили. Хотя, что в мае даже не было в Москве. Подтвердятся ли подобные опасения, пока сказать сложно. Во всей этой истории вообще не просто что-то предсказать. Ясно одно – теперь фигурантом болотного дела стал Ивановец. Наш город внес в это резонансное событие свою ложку дегтя и немного сортирных страстей.